Да, всем привет! Сегодня расскажу про автоматизацию рутин и сок... А, раз-раз. Все? Всем привет! Сегодня расскажу про автоматизацию рутин и сок на open-source и поделюсь нашим опытом внедрения. Соответственно, контент-мейкеры. Меня зовут Михальченков Александр и я аналитик сок в компании Wildberries. За техническую реализацию выступала Стопчук Лиана, инженер сок. Зачем это все? Небольшая предыстория про то, как мы обрабатывали алерты при строительстве, как раз-таки на начальных этапах. У нас была CM-система, были алерты в ней, соответственно, и они отправлялись вотчерами просто в карповый мессенджер. И аналитику как приходилось? Он идет в CM, смотрит алерты новые, какие пришли, затем он идет в трейдинг, проставляет реакции, пишет, что он взял его в работу и идет дальше дообогащать информацией этот алерт, например, в каких-то смежных системах. Например, asset management. Соответственно, это не очень удобно, поскольку пока он разбирает один алерт, ему может налететь целая пачка. И вот его уже сообщение, соответственно, затеряется в этом канале с алертами. И исходя из этого, мы определили ряд проблем. Первое – это отсутствие какой-то нотификации алертов, потому что невозможно как-то определить жизненный его цикл. Что вообще с ним происходит в режиме реального времени, как раз таки по мессенджеру. Следующее, как раз таки, детупликация и группировка, потому что, ну, алертов, поскольку он его разбирает, и вот про то, что я говорил, налипает еще целая пачка. И нужно ему будет потом проходить по каждому из них и проставлять там причину закрытия, вердикт и так далее. Следующее – это отсутствие какого-то единого окна обработки для алертов и инцидентов, поскольку дежурный аналитик, он идет сначала в CM, потом он идет в смежные системы дообогащать контекст и проставляет это все реакциями и закрывает отдельно в CM. Следующее – неоднородная структура алертов. Что подразумевается под этой формулировкой? Это то, что в качестве источника информации в CM у нас могут быть абсолютно разные приложения, это могут быть логи аудита, VPN, аксесс-логи и так далее. И не очень удобно, что везде может быть разный набор полей, и, например, из какого-то источника может не приходить еще эта часть. Далее, подсчет метри, как я говорил, основным инструментом для обработки алертов служил CM и просто канал с этими алертами, где аналитика проставлял свои реакции. Что-то собрать там – это просто невозможно, это все подсчитывать и какую-то статистику вообще вести. И у нас часть была просто закрыта на CM, но там не было метрик по обработке. Следующее – отсутствие прозрачности процесса разборта алертов и инцидентов. Что под этим подразумевается? Это то, что заинтересованные люди в разборе не всегда могли понять, что сейчас происходит с алертом. Взяли его в работу, не взяли. Какой промежуточный статус, вердикты, причины закрытия. Какой-то контекст по нему получать, потому что они просто видели, что есть алерт в канале, и непонятно, разбирается он или нет. Там просто наименование детектирующего правила. Далее – отсутствие какой-либо вообще оркестрации IT-инструментами. То есть для того, чтобы заблокировать банально учетку, нужно было идти к администраторам, либо отдельно в систему и уже там производить все манипуляции, связанные с этим. Встал вопрос, как же мы будем все-таки это решать. Потому что проблем накопилось много, времени затрачивается тоже много, и как-то нужно это разруливать и оптимизировать наши процессы по разбору этого всего. Наиболее очевидными вариантами для решения данных проблем, нам показалось, это система класса SWAR и IRP. Далее поподробнее о каждой из них и о том, что же мы все-таки выбрали для решения этих проблем. Сейчас небольшой интерактив. Поднимите руки, кто пользуется вендорскими SWAR-решениями. Круто, круто. А кто в Open Source? О, здорово у нас. Мнения разделились, скажем так. Это правда круто. Соответственно, в нашем случае мы выбрали SWAR Shuffle, рассматривали и другие решения, в частности мы рассматривали N8N, но по некоторым факторам мы его отмели. Такие, как, например, отсутствие ролевой модели, и в основном, чтобы что-то пилить, нужно знать JS. А также отсутствие нативного использования баш-скриптов. Рассматривали Hive с его кортексом, но как-то решили остановиться именно на шафле. Немного поподробнее, что такое SWAR. В целом система отвечает за управление безопасностью автоматизации и реагированием. Ключевые особенности – это то, что позволяет собирать и обрабатывать данные, и выстраивать как раз-таки ту самую автоматизацию, сценарий обработки, что очень важно в работе аналитика, ну и в целом даже смежные какие-то подразделения, поскольку это ускоряет процессы. Также, отсканировав QR-код, вы можете перейти на сайт разработчика и ознакомиться более подробнее с данным решением. Рассмотрим сущности, из которых состоит шафл. Это рабочие процессы, тенанты, окружение, встроенное хранилище и контроль доступа. Сейчас рассмотрим подробнее каждое из этих сущностей и компонентов. Соответственно, на слайде вы можете видеть такую монструозную схему рабочего процесса или, если говорить терминологии шафла, workflow, и попробую рассказать, из чего же она состоит. По факту это и есть тот самый сценарий автоматизации и обработки, который вызывает различные роды системы на основании каких-то условий, например, и как-то манипулирует данными, которые им приходят на вход. Изначально компоненты рабочего процесса, то есть непосредственно триггеры, что запускает обработку workflow, из-за чего она стартует. Первый триггер – это у нас вебхук. На слайде демонстрация, как это происходит. Мы просто курлом стучимся в вебхук, и у нас запускается рабочий процесс. По идее, все очень просто. Из юзкейсов, например, у вас есть система, у которой рекомендуемая схема – это то, что не вы будете ходить по комнату расписания в нее, а, допустим, она хочет пулять в вас данные. И как раз-таки на основе этого мы можем использовать данные вид триггера вебхук для запуска сценария. Следующее – это запуск по расписанию как раз-таки, то есть когда мы говорим, чтобы наш рабочий процесс, workflow, запускался с какой-то периодичностью. Вот на слайде как раз представлено, что по расписанию мы уходим в CM и забираем алерты. Следующий триггер – это у нас вызов других workflow. По факту одним рабочим процессом мы можем вызывать другие. Зачем это вообще нужно? Чтобы у нас не было таких монструозных схем, и как-то можно было производить отладку рабочего процесса, мы можем использовать subflow. И это будет более удобно и как-то контролируемо. Нецентрализованно, когда есть какой-то мастер-workflow, и из него уже порождаются его какие-то атомарные рабочие процессы в виде вспомогательных, скажем так. Следующий и финальный вид триггера в шамфле – это у нас пользовательский ввод. То есть тот вид триггера, который будет ожидать взаимодействия пользователя, то есть его какого-то интерактива для того, чтобы начать работу. Следующий компонент, из которых строится workflow – это приложения. Либо можно сказать коннекторы, интеграция со сторонней системой, как угодно. Соответственно, на слайде представлен интерфейс того, как это выглядит, более детализированный вид. Shuffle из коробки поставляет более ста уже приложений настроенных и протестированных, но также вы можете сделать и свое. Далее чуть поподробнее про то, какие виды приложений есть в шамфле. Первый – это REST API. По сути, все тривиально, когда система сторонняя поддерживает интеграцию по средствам HTTP, и мы как раз-таки ходим в нее по этому REST. Что из прикольного есть у Shuffle, что если смежная система предоставляет документацию в стандарте OpenAPI, то мы можем просто взять это YAML или JSON файл и, соответственно, импортировать. И все доступные экшены, описанные в документации, будут сразу доступны. Нам не нужно накликивать в множестве мест все эти методы. Сразу можем импортировать и, соответственно, использовать при наших флоу. Также можно и накликать из интерфейса данное приложение. Если мы хотим сделать какую-то кастомную систему, которая не подразумевает документации, возможно, воспользовавшись сторонним ПО, постно нам экспортировать его коллекцию, конвертнуть просто в стандарт OpenAPI и подгрузить в Shuffle, что также будет доступно из интерфейса. Соответственно, если недоступен формат интеграции по REST-у, то можно воспользоваться встроенным SDK Shuffle, что позволяет написать Python-код и также подгрузить приложение. Из таких кейсов, например, мы хотим подружить наш Суар с Kafka по нативному взаимодействию, без каких-то проксей, в виде HTTP, RedPanda и так далее. В таком случае мы прибегаем к использованию SDK, пишем Python-код и подгружаем это в Shuffle. И также наше кастомное приложение будет доступно из интерфейса. Следующее. Отдельно хотелось бы выделить Shuffle Tools. Это по своей сущности и структуре тоже является приложением, но несет в себе преднастроенные действия. В рамках использования данного аппа мы можем вызывать Python-скрипты сразу для манипуляции с данными. Bash-скрипты, отправку мейлов и еще ряда действий, там более 25. Следующий компонент Shuffle. Когда мы знаем, что у нас есть рабочие процессы, которые состоят из различного рода автоматизации, приложений и так далее, чтобы балансировать нагрузку, мы можем воспользоваться функциональностью как раз-таки этих окружений, потому что может быть большое множество рабочих процессов, и чтобы не забивать эту очередь при запуске их, мы можем их как раз разграничивать на основе вот этих вот окружений, указывая в настройках, в рамках какого окружения запускать Flow. Хранилище или буфер, как удобно, дата-стор. По своей сущности и структуре это просто ключ значения, но на самом деле несет огромную функциональность в том плане, что мы смогли закрыть сразу ряд задач этим хранилищем. Его можно использовать так, что одним workflow мы пишем в него какие-либо результаты, а вторым workflow, например, вычитывать оттуда. Мы закрыли проблему неоднородности структуры алертов как раз-таки этим хранилищем, поскольку в CM-системе, когда аналитик создает детектирующее правило корреляционное, ему необходимо заполнить шаблон таймлайна, то есть набор полей, который будет максимально полезен при сработке этого правила. И вот мы шафлом по расписанию ходим как раз-таки в CM, забираем все шаблоны таймлайнов и набор полей. И по факту у нас в хранилище постоянно обновляется информация о том, при каком алерте использовать какие поля. То есть приходит алерт, мы идем в это хранилище, вычитываем по ключу ID-шник таймлайна и смотрим, какие поля нам необходимо парсить в этом алерте. И нам не нужно тянуть в дальнейшую обработку все абсолютно поля, которые могут быть учитаны при всех наших алертах. Это очень помогает. Ну и также кейс с группировкой и дедупликацией алертов мы также закрываем к хранилищам, поскольку когда SWAR забирает информацию из CM, он записывает ID при условии, что алерт успешно обработан. Ну и также с группировкой он просто добавляет информацию. Следующее. И вот у нас есть окружение, рабочие процессы, приложения. И нам нужно теперь как-то разделять доступ к ним, поскольку в одной SWAR-системе может работать сразу несколько команд. Это прикольно, но не все команды хотят, чтобы видеть друг друга сценарии. Соответственно, мы можем создать тенант и дать доступ к этому тенанту конкретным пользователям. И уже, соответственно, между тенантами не будет видимости рабочих процессов, но также можно их и расшаривать при необходимости гранулярно. Следующее. Как можно разграничивать права уже внутри тенанта? У шафла есть своя ролевая модель, но с преднастроенными правами. Первое – это администратор, соответственно, имеет доступ ко всему и вся в рамках своего тенанта. Просто пользователи у него нет доступа, например, к созданию окружений, к созданию тенантов и так далее. И оргридер – это, соответственно, тот пользователь, который может лишь читать, но не вносить какие-либо изменения в структуру флоу либо каких-то настроек. Итак, проблема, которую удалось решить с появлением SOAR. Нотификация алертов. Как бы да, мы теперь имеем какой-то контекст, мы уже пуляем в этот чат непосредственно обогащенную информацию об алерте, какой-то контекст у нас все-таки уже появился. Но все равно, жизненный цикл мы пока еще не видим, поскольку обработки как таковой и нет. Детупликация и группировка алертов 100% да, как раз-таки за счет появления хранилища. Единое окно обработки алертов и инцидентов пока еще нет, потому что SOAR предоставляет лишь инструмент для работы и как-то обработкой данных, но не к какому-то реагированию и разбору алертов. Подсчет метрик точно нет, потому что как раз-таки нет еще того самого единого окна. Небольшой спойлер. Прозрачность процесса разбора алертов. Можно сказать и да, и нет, но по большей части нет, поскольку мы все еще их не разбираем. Аналитику негде работать, они просто отправляются в чатики, ему неудобно это все делать из сообщений, с алертами. Ну и оркестрация различными IT-инструментами. 100% да, потому что по определению SOAR это автоматизация. И следующий класс, который мы внедряли, это ARP, либо же платформа по реагированию на инциденты. Тут также небольшой интерактив, кто пользуется вендорскими ARP. Поднимите руки. Опенсорс, может, на самописное. О, здорово, что в зале все-таки на комьюнити-треке преобладает количество тех, кто пользуется опенсорсом. Мы также поехали на опенсорсе. Выбрали Iris DeFir. Может, не совсем тривиальный выбор, но вполне функциональный. Смотрели также в сторону Fira, но у него не такая активная поддержка, как как раз-таки у Iris. Как раз-таки можете отсканировать QR-код и провалиться на сайт разработчика данного проекта. Теперь немного по ключевым особенностям. То есть это то самое единое окно работы с алертами и инцидентами, что является must-have для аналитика SOC. Отчетность, поскольку в рамках расследования какого-либо инцидента очень часто бывает выгрузить какой-то экспресс-отчетик, и чтобы отчитаться, что произошло, какой-то summary, lessons learned и так далее. И модульная система. Выглядит это, конечно, как-то очень обтекаемо, абстрактно. Попробую внести понимание, поскольку Iris предоставляет свои модули, которые можно настраивать. И это очень удобно в том плане, что в SOAR-системе не нужно с какой-то периодичностью ходить в IRPU и опрашивать, что у тебя поменялось, поменялся у тебя этот алерт или нет и так далее. Поскольку на основании краски этой модульности мы можем настроить в Iris при срабатывании и при изменении какого-то алерта либо любой вообще сущности будет триггериться модуль и отправлять уже нужную нам информацию и поля. Но далее об этом рассмотрю чуть-чуть поподробнее. также компоненты, алерты, кейсы, либо же инциденты, модули, отчетность и контроль доступа. Рассмотрим подробнее каждый из них. Алерты. Из чего состоят вообще алерты? Есть служебные поля, это такие как исполнитель, критичность, время создания, вот эти вот все дефолтные поля, которые идут. Также можно оставлять комментарии к этим алертам и контекст. Контекст это вот как раз то, что я рассказывал ранее при SWAR, когда мы по таймлайну, шаблону забираем только нужные нам поля. И таким образом это выглядит, что мы получаем в контексте только те поля, которые нам необходимы. Мы не тащим абсолютно всю портянку со всеми возможными полями, потому что это банально визуальный шум, который будет только отвлекать при работе с алертами. Важно отметить, что разработчики в своей методологии разделяют понятие алертов и кейсов не только тем, что это разные карточки, но и структура абсолютно разная. Но бывает так, что при разборе алертов мы понимаем, да, это инцидент, и нам нужно ну да, что это инцидент, и нужно его заводить. Соответственно, в таком случае мы берем, просто выделяем нужные нам алерты, нажимаем кнопку смерджить, заполняем дополнительную информацию, которая необходима при создании кейса. И, соответственно, у алертов появляются гиперссылки на кейс, в рамках которого они и породили. И в дальнейшем можно уже это все обрабатывать. Про кейсы. Соответственно, на слайде представлено то, из чего они состоят. Но чуть позже мы рассмотрим с вами более подробно каждый из этих вкладок и что на ней можно делать. Та самая модульная система, модуль Ириса, это то, как раз таки, из-за чего и происходит расширение той самой функциональности. Про то, что я говорил, когда отправляется только нужная измененная нам информация, не тянется абсолютно все. Существует у Ирис два вида модулей. Первый это pipeline, пепелина, так называемая. Это когда Ирис предоставляет как раз таки один такой готовый модуль из коробки, всего их, по-моему, пять. И вот один как раз вида pipeline, когда мы можем ИВТХ грузить в Splunk. Ну, не знаю, почему они его выбрали, но вот один он у них имеется. Но он не так там интересен. Более интересный это вид модуля процессора. Как он работает? Также в РП Ирис и удаление. И нашим вот этим модулем типа процессора мы подписываемся на эти триггеры. То есть если срабатывает триггер один, то запускается модуль и отправляет например по вебхуку информацию, которая изменилась. Например, поменялся алерт, он берет то, что поменялось в алерте и отправляет как раз таки в нашем случае в Swar Shuffle. Про контроль доступа. Работает таким образом тоже на тенантах, только в терминологии Ириса это называется customer. Пользователь назначается его customer, алерту также назначается customer, и на основании этого скрывается доступ к тем или иным например алертам и кейсам. Права назначаются на основании групп, есть 12 видов прав доступа, и уже эти группы как раз таки мапятся на конкретных юзеров при этом разграничении. У одного пользователя может быть множество групп. При работе с кейсами, более того, это очень прикольно, что мы можем выдавать помимо кастомеров доступ к кейсам, мы также можем гранулярно конкретному пользователю дать те или иные права на чтение или изменение инцидентов. как это работает все вместе. Сердцем выступает как раз таки Суар. Рассмотрим на примере получения алертов из Сием. Сердцем выступает Суар, он по расписанию идет в Сием-систему и забирает как раз таки алерты. Далее несколько этапов. Первый это дедупликация и группировка, затем обработка, и последнее это обогащение, то есть автоматически обогащается контекст алерта из каких-то смежных систем, там vulnerability менеджмента, сайт менеджмента, без разницы. И потом в параллель отправляется сообщение в мессенджер, что новый алерт с всеми полями и так далее, и в параллель к нему создается алерт, либо обновляется в IRP. Вот оно, да, единое окно, наконец-то, мы уже близки к тому, чтобы решить наши проблемы. Соответственно, аналитик отбивает краба алерту в выресе, отбивает краба, отбил краба, соответственно, меняется статус и проставляется исполнитель, тот, кто хлопнул по ладони. Параллельно с этим в мессенджере в мессенджере на сообщение об алерте проставляется реакция и отправляется сообщение в тред, что такой-то ответственный взял алерт в работу в такое-то время. В ходе расследования аналитик также может писать различные комментарии в IRP, и они автоматически по такому же механизму будут подтягиваться в этот тред. Он может тегать кого-то из смежников и так далее, кто есть в чате, например, с алертами, но его нет в IRP. И так сильно удобнее выстраивается процесс взаимодействия и обработки алертов. После того, когда аналитик разобрал алерт, он уже на финишной прямой, ему необходимо выставить причину закрытия или же resolution status и написать свой вердикт. Resolution статусы, вот тут нюанс, что не удастся вам добавить эти resolution статусы нативно через веб-интерфейс, это все перепиливается на уровне кода, но не то, чтобы это прям очень критически. Соответственно, когда аналитик закрывает алерт, в тредик также пишется сообщение о том, что алерт закрыт с такой-то информацией и проставляется реакция. Про обработку кейсов либо же инцидентов, про каждую из этих сущностей. Первая вкладочка у нас в кейсе это summary. Тут мы можем указать команду, которая будет работать над инцидентом и добавить описание. Что очень важно, описание можно вносить как plain текстом, так и в формате markdown, потому что это все будет процесситься и очень удобно, наглядно и красиво. Следующее это у нас notes либо же заметки. Тут соответственно команда может делать свои группы заметок и добавлять новые, какую-то структурированную информацию, что тоже очень удобно, чтобы это не было разбросано по миллиону Google доков и потом это все собирать. Таким образом выглядит заметка, по факту это просто заголовок и содержимое, нет какого-то rocket science. Следующая вкладочка это у нас активы, тут можно указывать те активы, которые мы обнаружили в ходе расследования, также определять признак компрометации данного актива и дополнительный какой-то контекст по нему. Может быть даже обогатить, потому что в рамках кейсов мы можем руками либо также по триггерам вызывать модули. Следующее это индикаторы компрометации, непосредственно то, что мы обнаружили, когда расследовали какой-либо инцидент. Выглядит это просто как значение и описание, ну и тип. Можно еще также указать TLP светофор. Очень важно заполнять индикаторы компрометации, если таковые были обнаружены, так же, как и активы, поскольку в будущем на основании этого будет выстраиваться автоматический граф связи. Следующее это таймлайн. Таймлайн очень прикольная штука и мне кажется это одна из вещей почему мы остановились на IRP Iris DeFir, поскольку тут можно абсолютно точно расписать ту хронологию событий, которая у нас была. Более того, в рамках одного события в таймлайне мы можем создать дочерние его ивенты, которые также породились с него или как-то связаны. Это все очень наглядно. Плюс, когда мы указываем индикаторы компрометации, как раз таки, как видно в первом событии, у нас наш индикатор компрометации автоматически подсвечивается и является гиперссылкой на него, то есть мы можем прямо из таймлайна провалиться и посмотреть, что это за AEOC. Таким образом выглядит само событие. Тут мы указываем те активы, которые связаны с этим событием и индикаторы компрометации. Время и его описание. Следующее это граф связей. Тут ничего особенного, это связи, которые мы указываем на вкладочках ранее, за счет этого отрисовывается и мы можем навестись и посмотреть, что это за актив или индикатор компрометации и провалиться в эту сущность. Следующая задача. Когда над инцидентом работает несколько человек, команда несколько аналитиков, инцидент менеджер, очень удобно, когда инцидент менеджер может ставить задачи в рамках этого же кейса и полностью трекать жизненный цикл каждой из задач. Это очень удобно. Ну и также назначать на ответственных и видеть, что происходит. И ответственный просто отписывается в конкретной задаче, что от него требуется. Далее evidence либо пруфы выглядят таким образом. Наименование, время и собственное описание и сам файл. В рамках расследования часто бывает, что мы можем обнаружить журналы безопасности, которые нам нужно подгрузить, либо же это может быть пикап файлы, и тут мы можем это все залить. Единственный минус, раньше было ограничение на размер файла, но недавно разработчики это убрали, и теперь этого ограничения нет, поэтому нужно быть осторожным, не грузить какие-то образы диски целиком. После того, как инцидент кейс разобран, как я и говорил, часто бывает нужно выгрузить экспресс-отчетик. Ирис позволяет это делать, можно использовать абсолютно все поля, которые есть у нас в кейсах, и выгружать в отчет. поддержка есть формата doc, можно выгружать в markdown и в html, но наверное удобнее всего это doc все-таки. Из того, из плюшек, которые есть для doc, это использование условий и циклов. На юзкейсе для чего могут понадобиться условия. Например, у нас при разборе инцидента не обнаружились индикаторы компрометации, но в нашем шаблоне отчета они присутствуют. И вот мы можем проверять, есть ли у нас индикаторы компрометации или нет, и на основе этого у нас будет пропускаться либо заполняться лист в нашем отчете. Касательно циклов, то это полезно, когда мы хотим один к одному перетащить, например, в таблицу doc информацию из таймлайна и просто так же один к одному это все разложить. Это очень наглядно получается в целом. по метрикам. У Ириса нет собственного BI-движка и данную проблему мы решали тем, что просто завели его базу на графану и получается, что все метрики мы уже высчитываем на графане не самим Ирисом, но хотя бы он это логирует и мы можем собирать эту статистику, поскольку, как я говорил ранее, у нас ее вообще не было. По проблемам теперь мы, как этот котик, мы довольны, у нас все зелененькое, нам удалось решить все проблемы, которые стояли перед нами изначально, и чтобы заехать в прот и уже обрабатывать как-то более эффективно алерты и инциденты. По архитектуре SWAR и ARP первое это SWAR SWAR да. Shuffle стоит, получается, из четырех компонентов глобальных таких это его фронт, бэк, орбрусы, воркеры и в качестве хранилища используется OpenSearch, что очень круто, не какая-то реляционная BD для SWAR. Как это работает? Орбрусы по расписанию ходят на бэк и смотрят, есть ли какие-то новые таски на выполнение воркфлоу. Если таковые имеются, соответственно, запускается орбрус, который порождает воркер, который порождает приложение. И процесс запущен. Далее уже магия. Касательно архитектуры ARP Iris. В качестве хранилки используется Postgres, само приложение, воркеры, и для работы с очередями используется RabbitMQ. По факту, то, что нам необходимо, у нас изменился alert, в очередь RabbitMQ падает таска на запуск модуля, и воркеры уже стартуют как раз-таки наши модули, про которые я говорил ранее, там, процессор или pipeline модуль, без разницы. Опыт эксплуатации, плюсы и минусы каждой из систем. Плюсы Shuffle, 100% это простая интеграция сторонних систем, поскольку, если говорить про рест, то это рестапи, то это прям супер просто, мы просто импортируем, когда в формате open.py, если нет, конвертируем и импортируем. Визуализация работы воркфлоу, по факту, мы видим каждый запуск рабочего процесса и можем отраблшутить его в случае, если у нас падает в ошибку, поскольку это каждое действие наглядно. Более того, каждое выполнение, например, запрос к какой-то системе происходит автоматически парсинг полей, нам не нужно парсить все руками, мы просто выбираем из полученного респонса при выполнении той или иной команды действия. И возможность как раз таки использования Python либо же Bash Script для работы с данными, с информацией, которая у нас есть, которую мы получаем в SOAR. из минусов. Всегда нужно следить за здоровьем кластера OpenSearch, поскольку как только он становится красным, просто все встает колом, все, шафл, его не трогать, у него отдых. Нельзя запускать ноды Orboros одного окружения на разных машинах, если мы так сделаем, мы просто получим такую картину, что Orboros с каждой ноды берет в работу одну и ту же задачу, и у нас просто-напросто появляются дубли. Ладно, что просто дубли, так еще и как раз таки мы можем поймать на том, что из первого пункта у нас будет краснеть кластер OpenSearch, потому что сразу нагрузка X3, просто из-за того, что мы запустили в рамках одного окружения разные ноды. И нельзя загружать свои библиотеки для Python. Скажу сразу, что их можно загружать в рамках своих кастомных приложений, когда мы это делаем, через SDK, но нельзя использовать библиотеки сторонние при запуске из Flow. Чем это обусловлено? Тем, что приложение Shuffle Tools это все-таки приложение, у него есть свой набор библиотек, и в таком случае нам нужно либо пересобрать приложение Shuffle, подгрузив туда как раз-таки наши библиотеки, либо и не использовать, либо прибегнуть к тому, чтобы написать какое-то свое кастомное приложение с нашими уже необходимыми библиотеками. ИРИС первое, это вот как раз-таки та самая модульная система, пресловутая возможность написания кастомных модулей, это очень спасает, поскольку нам не нужно нагружать свар тем, чтобы ходить смотреть, что же там поменялось, надо нам что-то забрать или нет, все очень нативно, и ИРИС сам вполне может отдавать эту информацию, если у него что-то изменяется. Второе, это создание кастомных шаблонов отчетов и кейсов, ну, про отчеты мы поговорили, я показал даже пример док-отчета, то с кейсами это просто таксономия полей вся описывается в обычном JSON, который мы просто указываем потом на фронте, в самом интерфейсе ИРИСа, просто говорим, что для такого-то кейса теперь у нас вот такой вот шаблон, такой вот JSON-чик, и, собственно, он сам все отрендерит и отрисует. И главный тот самый плюс, что это единое окно работы с алертами и инцидентами, не нужно теперь ходить в миллион систем, чтобы обработать несколько алертов. Все очень удобно, круто. Из минусов. Нельзя фильтровать по контексту алертов. Да, здорово, мы динамически смотрим, какие поля нам нужны, но в текущих реалиях это нельзя делать с точки зрения фильтрации, поскольку фильтровать лишь можно по системным полям, но надеюсь, что в будущем это доработается и будет прям суперудобно, хотя бы, может, какой-нибудь полнотекстовый поиск. Отсутствие собственного движка визуализации. Да, графана это круто, но хотелось бы все-таки, раз мы собираем метрики в IRP, то и рисовать их хочется тоже там. Это было бы тоже очень здорово и удобно. И на текущий момент времени нельзя массово обрабатывать алерты. Но тут разработчик в курсе о данной проблеме и надеюсь, что в свежих версиях они все-таки это допилят. Под массовой обработкой алертов я подразумаю то, что мы смотрим на алерты и понимаем, блин, это одно и то же. По-хорошему бы это все закрыть, просто выбрать их и нажать, что у них одна и та же причина закрытия, один и тот же вердикт. Вот в текущих реалиях это сделать нельзя и нужно изворачиваться для того, чтобы это сделать, чтобы было прозрачно как раз-таки для всех. на этом у меня все. Хочется отметить то, что open source в плане SOAR и RP это не всегда страшно как может быть и возможно мой доклад позволит кому-то посмотреть на такие инструменты как SOAR и RP при выборе либо же при какой-то эксплуатации. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok